ну что ребят сына рассвернуться прессу мы продолжаем проходить dream fall chapters да уже под пятой книга началась у нас дома прошли и это жестко самом деле жесткой блин если они видели предыдущей серии до или плейлист принципе появится находится в описании да там ссылочка у него есть может посмотреть принципе сегодня смотрели да не единую никакой серии у тебя лучше посмотреть вам более понятно что происходит почему так вы учу дать и последствие или почему не такие почему каких-то последствий нет да почему такой почему такие события происходят или не происходит тем вот понятно с самого начала лучше посмотрите ссылочку здесь есть в описании и подсказка тоже прямо левом в верхних углах от сказочка на прошлую серию и на плей-лист он приженом игра а мой собственно продолжаем данном путешествие до восстановить мы с вами на пятой книге до на начале пятой книги только ваша серия да много чего было и а девочка не кажется найти никого на похоже либо это нелла которая закусочная до либо это мира которая ну в настоящем узор узор может я ошибаюсь в принципе да но в любом случае в любом случае ладно ну саш поудобнее называть аблядик обязательно приятного просмотра то не нужно покушать наложить обязательно что серия будет длинный поэтому просмотр еще раз а мы собственно там и продолжаем данном путешествие давайте так 5 да а ты уже наложила чё так долго да слушаем и уже вот видишь начали щас бы пропустил многое пара и все шутки шутки на 5 или 5 . вот это вам показывали до прошлой серии что блять зои ты проснулась что вон кирс отвали а сколько сейчас времени подожди где где ты в больнице зои в касабланке разве ты не помнишь я нет тебе стало плохо и они привезли тебе сюда чтобы ты поправилась я присматривал за тобой ты была в коме очень-очень долго я ты кто блять я не уверена чуть разговариваешь в замешательстве ты только проснулась зои должно быть непривычно снова не спать не волнуйся это пройдет тебе просто нужно отдохнуть поспи еще немного я за тобой присмотрю вон кирс ты сам на себя не похож ты очень больно зои сейчас ты не можешь доверять даже себе просто закрой глаза и поспи еще после этого тебе станет намного лучше нет я я больше не могу спать я бы этого не рекомендовал зои тебе нехорошо тебе нехорошо тебе нужно еще поспать пора вставать я бы этого не рекомендовал зои нехорошо тебе нужно и прикрати вон кирс и бисепты ты устала зои должно быть устала возвращайся в кровать и поспи я останусь здесь обещаю я никогда тебя не брошу нет я больше не хочу спать тебе не хорошо я же вижу ты устала и видишь то чего нет на самом деле что-то что-то не так это не я это место и дело в тебе вон кирс ты совсем другой это было обидно зои чё за хуйня блять больше двух сотен непрочитанных постов так в коме я была куда популярнее чем бодрствующая цветы отлив отлив я почти об этом забыла я выиграла соревнования кажется второе место джама так мной гордилась наверное больше моего папы точно больше меня я почти об этом забыла я выиграла соревнования кажется второе место джама так мне гордилась наверное больше моего папы точно больше меня по-моему ты не то чтобы против вслед за вчерашней трогательной истории из ватикорп компания создавшая наш любимый дример объявила что уровень удовлетворения покупателей достиг беспрецедентных 110 процентов я и папа в кособанке дример изменил все отсюда атлантический океан кажется совершенно спокойным когда они бушуют мегабури конечно тогда не так сильно узнает также ватикорп объявила что часть прибыли полученной с продажи дримеров пойдет на обеспечение нуждающихся детей по всему миру бесплатно наша пятая годовщина мы срезы сели на вактракс до норвегии с пересадкой на катер на подводных крыльях до свальбарда мы все выходные путешествовали вокруг острова и вот видите вид на фотки на зелё вот на этой видите в первой серии помните туда помните в первой серии когда она вот помните первой серии да да она уже было то что я пока нихуя не понимаем быть мама папа и я когда мы переехали в касабланку чем бы почему разговаривать ебать ну а ну вот с головой блять заперты с какой стати они запирают больничную палату это нет это точно больше не я помните с первой серии которая была против она была против нет это точно больше не я ты говоришь по-другому у тебя разыгралась воображение зой ты очень сильно устала поспи и тебе станет лучше тебе следует поспать еще хотя бы немного нет ну к вам скоро подойдут эти показатели не так уж и плохи давай ёпта кроме мне дверь со мной плюшевый разговаривает снаружи пляж и солнце а я заперта внутри чуть забыли такое мне мужик я хуй дябу ты понимаешь у меня щить ты говоришь по-другому у тебя разыгралась в обра не Блядь, открой! Алена! Заперта. С какой стати они запирают больничную палату? Это как-то небезопасно. Почему ты не хочешь поспать, Зоя? Тебе же станет намного лучше. Может быть, Вонкер справ. И мне станет лучше, если немного вздремнуть. Здесь определенно что-то не так, и если я снова засну... Я выспалась. Здесь что-то явно не так, блядь. Ваш вызов зарегистрирован. Мы пришлем кого-нибудь к вам в палату как можно сказать. Спасибо, что присоединились к нам. Вещи идут как нельзя лучше. Не правда ли, Марик? Просто прекрасно, Рика. Скоро мы оба потеряем работу. По-моему, ты не то чтобы против. Вслед за вчерашней трогательной историей из Ватикорп, компания, создавшая наш любимый Дриммер, объявила, что уровень удовлетворения покупателей достиг беспрецедентных 110%. Звучит внушительно, но кто будет спорить? Дриммер изменил все. Покончил с войной, насилием и нищетой. Что мы вообще здесь делаем, Марик? Мы уже давно должны быть в Дримтайме. Кто знает, Рика. Что ты не хочешь поспать, Зои? Хорошо. Просни, Зои. Ты должна проснуться. Потрясающе. Еще одна причина, пока ты не Матикорп, наши люди в этом пора целовали. Тебе нужно выбираться. А ведь они даже не платят нам за эти... И кто? Ты кто? Эйприл? Ты была ей прям, блядь. Алё, нахуй. Спасибо. Иди в пизду. Как мы сюда? Заперто. С какой стати они запирают больничную палату? Это ты говоришь по-другому. У тебя разыгралось воображение, Зои. Ты очень сильно устала. Поспи и тебе. Нет. Блядь, а как мне... Алё! Ожидайте, пока кто-нибудь из Матьсестер освободится. Хорошо, ждем, блядь. А как мне отсюда выбраться? Да ёбаный нагой! Что-то совсем со... Что-то совсем-совсем не так. Я не вернусь обратно в постель. Блядь, открой мне дверь! Сука. Заперто. С какой стати они запирают больничную палату? Это как-то небезопасно. Да я блядь, согласен струны закрыты. Снаружи пляж и солнце. Берешь, стул, ютты. Возьми стул, удовлетворяю ху... Осуждаем. Блядь, а что не так-то, нахуй? Нет, это точно больше не я. Ну, хорошо, блядь. Выздоравливай, поправляйся, пожалуйста, просыпайся. Надеюсь, ты выздоровеешь. Не умирай. Где книга, что ты брала? Возвращайся к нам с любовью. Где были все эти люди дома и комы? Я отметила свое 21-летие в коме. Печально. Эй, сообщение от Эммы. Оно наконец-то открыло свою галерею в Европолисе. Здорово. Нужно будет сходить. Джамма что-то прислала. Зная ее, это, наверное, список упражнений, чтобы вернуть меня в зал. О, приглашение из университета в Кейптауне вернуться и обсудить мой опыт. Какой опыт? Как не преуспеть после выпуска? Избегаем пролежни. Ага, встреча состоялась шесть месяцев назад. Фантастика. Мой на удивление большой круг случайных знакомых обсуждал меня в мое отсутствие. Теперь, раз я проснулась, наверное, никогда не услышу ни слова ни от одного из них. Больше двух сотен непрочитанных постов? Выздоравливай. Поправляйся. Пожалуйста, просыпайся. Надеюсь, ты выздоровеешь. Не умирай. Где книга, что ты брала? Возвращайся к нам. Кнопка вызова вообще-то должна быть рядом с кроватью. Хотя, полагаю, они не ожидали, что в ближайшее время я выйду из комы. Прошу прощения, но все ужасно заняты. Видимо, этому способствует то, что я не в коме. Ай, это ты наш. Мне открыть две тоналы. Заперта. Она наверняка ведет в больничный коридор. Жардан де Розес. Дом, милый дом, для большей части моих бурных подростковых лет. Не правда ли, Марик? Просто прекрасно, Рика. Скоро мы оба потеряем работу. Ты не говоришь? У тебя. По-моему, ты не то, чтобы против. Вслед за вчерашней трогательной историей из Ватикорп, компания, создавшая наш любимый дример, объявила, что уровень удовлетворения покупателей достиг беспредитных 110%. Я отметила свое 21-летие в коме. Что-то совсем-совсем не так. Я не вернусь обратно в постель. А что мне делать, бля, я все уже посмотрел. Что-то здесь явно не так. Дело не в самой комнате, а... В чем же именно? Не могу же я наугад ткнуть пальцем, если только буквально не ткну пальцем. Думаю, надо рассмотреть все повнимательней. Предоставляем возможность сбежать от основного безусловного существования в мир вечного счастья и радости внутри Дримтайма. Потрясающе! Еще одна причина, по которой Ватикорп наша любимая компания. День выпускного. Перед залом Джейми. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, серьезно, все прекрасно. Просто великолепно. Поверьте нам. но я вижу ой дожди но я вижу что искажение а куда нас это ведет папа папа много бывал в разъездах путешествовал но мы все еще близки я помню этот день это был один из наших дней папы с дочкой мы прогуливались если карен милая она всегда была хорошим другом и она варит великолепный кофе так чему же мы должны на что мы должны так волшебная кнопка вызывающая медсестру ну я вижу эти искажения подожди может дело в телике тоже спасибо что присоединились на вещи идут как нельзя лучше не правда ли марик просто прекрасно река скоро мы оба поделись по-другому у тебя разыгралась воображение зои ты очень сильно устала поспи и тебе станет лучше тебе следует поспать еще хотя бы немного нет 10 процентов звучит внушительно но кто будет спорить дример изменился покончил с войной насилием и нищетой что мы вообще здесь делаем марик уже давно должны быть кто знает рико кто знает также в эти корп объявила что часть прибыли полученной из продажи дримеров пойдет на обеспечение нуждающихся детей по всему миру бесплатно же предоставляем возможность сбежать от тоскливого бессмысленного существования в мир вечного счастья и радости привет солнышко надеюсь эти цветы сделают в день ярче люблю лиф как мило как я счастлива что оливия да марка есть в моей жизни и кот пришелец несомненно лучший магазин электроники в касабланке когда я в последний раз заходила в ее магазин это было очень давно он закрылся я я помню что то что произошло с ней что-то случилось слив что-то ужасно ладно мне это не показалось что-то определенно происходит оливия она мертва я знаю чувствую я схожу с ума или реальность глючит лиф попала в аварию она мертва она никогда не отправляла мне открытку что ты делал золь тебе нельзя быть на ногах и лиф ее не отправляла она не настояло мы прочитаю сказку совсем как в былые времена лиф попала в аварию она мертва она никогда не отправляла мне открытку по лиф ее не отправляла она не настоящая целую шьёпта жди университет кейптауна отличался превосходными панорама я помню чувство когда получение степени по биоинженерии можно было только мечтать поверить не могу что на самом деле дожила до церемонии вручения словно словно если подумать я не очень помню тот день я была там одетая в мантию но кто еще там был папа реза и какой была церемония я просто не могу вспомнить странно теперь я официально в панике что-то не так вся эта церемония здесь определенно что-то не так акта урод я не получала я бросил учебу то есть иногда я хотела бы чтобы это было так это ложное воспоминание ты плохо выглядишь золь наверно у тебя как пишет ты в пизду пожалуйста прилиг хотя бы на минутку я присмотрю за тобой и тебе спой ты говоришь пути пас нет не в пизду ёпта а это должно быть сын мы постоянно говорили о поездке с вальбард это просто потрясающее место такое величественное такое неземное и я была полностью помешана на том чтобы попасть в хранилище судного дня пять лет вместе почти не верится время от времени между нами не все гладко удивительно что мы что мы продержались так долго я помню как мы остановились в как называлась то место и где это было я не я не помню ничего из этого странно но я ничего не помню о поездке кроме того что разговаривала не срезы и этой фотографии мы были там и и мы вместе уже пять лет разве нет 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 все не так я я чувствую но по блять мы обсуждали поездку в свальбард но так туда и не добрались мы расстались на время но этой поездки не было так ты никому не поможешь зои это не настоящие воспоминания уртишь пожалуйста прекрати прошу возвращайся в кровать поспи зои когда я была маленькой мама и папа постоянно переезжали из-за своей работы должно быть это пятый или шестой дом в которой мы въехали помню как сразу же полюбила это место каждый его уголок и закоулок балкон и собственную комнату с потрясающим видом там было столько укромных мест я и и мама мы постоянно играли в прятки когда нашла меня искать то кричала и топала ногами что она там говорила я я практически не помню ее голоса да и лица или того что она была с нами со со мной и папой мама была она не где она была хелен никогда не была частью нашей жизни была лишь я и папа она бросила нас когда я была младенцем хелен никогда не было на семейном фото это ложное воспоминание здесь все не настоящее это место галлюцинация или проекция нужно отсюда убираться смотри что ты натворила почему ты не можешь оставить все как есть мы могли быть счастливы здесь вместе что-то не так это место и ты ты совсем другой ты это не ты это бессмыслица зои конечно же я это я я всегда был собой вонкерсом твоим старым другом твоим самым лучшим другом на свете ты выглядишь как и прежде но ведешь себя иначе и разговариваешь иначе словно словно кто-то собрал тебя по памяти но не учел мелких деталей они не знали тебя так как знаю я и похоже посчитали что это не важно так вот что не так со всем этим местом оно создано из воспоминаний и некоторые из них ложные европа ли саркадия я не спала они были настоящими это сон или сон стал материальным благодаря мне я создала его и могу видеть его насквозь но же настоящий зои разве нет конечно вонкерс конечно ты настоящий ты уверена что не хочешь поиграть мы уже так давно не играли прости вонкерс ну ладно обещаешь разбудить меня позже обещаю спокойной ночи что не на руке сердечко где он на руке у него сердечко я тоже приятель что это одностороннее зеркало они за мной наблюдали охренеть что это одностороннее зеркало они за мной наблюдали охренеть что ты видела я же говорю больше него на прошлой серии в ячейку-то было в ячейке блять чего блять живо живо и живо что блять тремя днями ранее и прекрати это не игрушка ты мог кого-нибудь убить того кого не хотел бы убивать вызовите лекаря кретина у меня ноги сломаны что будем делать с ней я пока не решил у нас достаточно улик на сестру александру чтобы предать ее военному суду и казнить или мы отошлем ее в садир отвечать перед судом ее ждет смерть или того хуже пожизненное заточение в одиночной камере честно говоря я думаю решение за тобой она убила тысячи убежденная в своей добродетели нет смысла сохранять ей жизнь наш народ должен узнать правду александр и следует предстать перед судом александр и следует предстать перед судом но мы не знаем что происходит в садире там ее могут защитить и мы не можем взять ее с собой в меркурию наш народ должен узнать правду александре следует предстать отправим ее домой хорошо мы отошлем корабль обратно в садир как можно скорее заприте ее и охраняйте она отправится домой в садир отпустите меня глупцы тень затуманила ваши рассуды богиня помоги мне как же больно что теперь киан мы вернемся и покончим с этим могу ли я рассчитывать на вашу помощь можешь когда я последовал за тобой сюда я не знал у меня были лишь подозрения я не доверяю вам он и исахи они лгали нам и явно что-то замышляют но я был ослеплен верой и своим доверием совету я последовал за тобой чтобы арестовать убить если придется и таким образом прозрел пелена спала с моих глаз все благодаря тебе я подвел тебя подвел наш народ мне жаль киан что он не доверял тебе я не догадался ему следовало подумать лучше чем повесить на меня клеймо предателя но я понимаю почему он допустил эту ошибку может наша дружба никогда не станет прежней но нам надо об этом забыть и двигаться дальше я в нем разочарован он должен быть может наша дружба никогда не станет прежней но нам надо об этом забыть и давайте забудем прошлое хами и сосредоточимся на будущем согласен действуем быстро пока они не узнали но я должен кое-что знать кто сообщил вам что я отправился в киан мать утон не спрашивай откуда она узнала у нее свои источники она убедила меня последовать за тобой она хотела чтобы мы увидели это своими глазами возможно но откуда ей было знать что я здесь найду она доверял мне да однако если она уже знала правду то почему ничего не сказала не лучше ли было оставить меня в меркурии и арестовать в омона и сахи уверен у нее были на то причины хами ваш воздушный корабль готов доставить на собранной самый быстрый корабль во флоте мы будем на месте через пару дней достаточно чтобы попутно составить план мне нужно чтобы ваши самые верные люди примкнули к повстанцам в битве с войсками в омона непременно у в омона численное превосходство на свет на нашей стороне мы пойдем за тобой киан к первой горе если понадобится что будет заключается он лидер получается лидер заботится освободят и накормят им придется остаться здесь пока не разрешится ситуация в меркурий и затем мы дадим им отправиться туда куда они пожелают мы задолжали им это и многое другое юного бипа придется ставить с родителями иначе он точно попытается прокрасться на борт биб пора идти он ведь он лидер лидер все блять вот мне интересно что будет финале я даже уже чуть складу пазл да да свою ну как все представляем как будет финал чуть складывая но до конца не знаю для церемонии все готово ваше превосходительство инженеры сообщили что машина готова можем начинать когда соизволите мои люди расставлены по всему городу готовые подавить любые беспорядки хотя не думаю что придется учитывая канун житволония крестьяне будут слишком пьяны чтобы обратить внимание а вам что-нибудь еще нужно пророк вы сделали все о чем я просил пока генерал в отручке у нас будет меньше причин для беспокойства правление научного прогресса показала себя верным слугой боги поддержка в садире оказалась непоколебима спасибо пророк мы живем чтобы служить боги где первая своей комнате молиться за успех нашей миссии она не хотела затмевать эту церемонию своим присутствием ее покорность делает ее достойной одной из шести сегодня всю славу заслуживаешь ты сестра ты и командир конечно когда я запущу машину начнется новая эра мы перекроим этот мир по велению богини наконец-то магия будет истреблена переход может вызвать страх и волнение на время но я верю что вы все уладите сумму мы начнут знать что знака знак не означает этот на трассе на трассе когда я буду готов я дам вам знать вы будет честь сообщить жителям этого города что они станут очевидцами рождения новой эры хами вернулся с кианом примкнул сопротивление что кто тебе это сказал они пытаются завербовать моих людей некоторые поддались хотя большинство нет почему ты не сообщил пророку чтобы он сбросил у нас вершины башни мы все уладим пророка не узнает мать утана и первая тоже не должны узнать они могут вмешаться ты позаботься о них а я позабочусь о сопротивлении и хами раз и навсегда вскоре это все будет уже не важно этой ночью когда машину активируют мы все возьмем свои руки да я знаю просто в этом не было необходимости после всего через что мы не тревожь себя сахи продолжай как было задумано да да еще два персонажа осталось у нас с вами их там интересно интересно давным-давно будучи мальчишкой я исследовал горы близ моей деревни и встретил старого долмари пасущего коз официально наши народы воевали но возле нашей деревне все еще были племена долмари и некоторые торговали с людьми и магическими старик говорил с добротой угостил меня сухофруктами и козьим молоком и сказал что во мне есть магия как и в его внуках когда я вернулся домой и рассказал об этом матери она строго-настрого запретила говорить об этом отцу а затем она наклонилась и прошептала то что я всегда буду помнить магия сказала она часть всего магия есть ветры дожде камнях и океане она во мне сказала мать и в тебе в твоем сердце разуме твоей крови большую часть моей жизни мы воевали с магией но я никогда не забывал слов что прошептала мне мать и я всегда ощущал его внутри эту магию как часть меня много лет я боролся с ней отрицал отвергал сегодня та борьба закончится и начнется другая это больше не война между людьми и магическими это битва за саму душу нашего мира если вы примете меня если примете нас мы встанем бок о бок мы будем сражаться на вашей стороне этой ночью мы отриним наши отличия нашу историю наши обиды и мы будем держаться вместе единым целом люди и магические азади и жители северных земель все мы народы аркадии нам раскрыли глаза на правду о том что делали с магическими пророк обманул народ азади машина это оружие нацеленное на всех нас мы пока не знаем что принесет эта церемония но если сегодня мы ничего не предпримем перед лицом смерти завтра мы об этом пожалеем генерал хами поведет наступление против людей в омона заставит их сдаться и пробьется командиру и сестре сахи с теми кто откажется сложить оружие мы будем сражаться как бы тяжело ни было идти против своих братьев другого выбора нет ваша цель захватить сахью и в омона живыми по возможности мертвыми если потребуется вы будете принимать приказы от генерала любые сомнения должны быть отброшены я доверяю хаме свою жизнь а сегодня должны доверить и вы аник поведет команду к холодному камню освобождать ульвика и заключенных повстанцев включая бенри мусалмин которая рисковала своей жизнью помогая сопротивлению машина должна быть уничтожена мы не знаем для чего она и как она работает но с ее помощью пророк намеревается перекроить мир это не магия это что-то мрачнее колдовства что-то древнее и крайне опасное давайте же ее остановить давайте помешаем им всем уничтожить наш мир уничтожить магию давайте же сделаем это в память об ушедших товарищах лихо боб который видит достаточно смертей возвращайтесь живыми вы получили указание готовьтесь выдвигаться а когда эта ночь закончится давайте все вернемся сюда чтобы увидеть как восходит солнце над новой меркурией ты знаешь что делать киан фердаус отключит машину из центра управления в сквере чтобы это сделать ему понадобится моя помощь внутри башни ты пойдешь один я уже бывал внутри в одиночку мне будет легче анна и энну будут сопровождать и охранять фердауса хотел бы я сегодня сражаться с тобой бок о бок но твое задание намного важнее и намного опаснее на твоей стороне будет сопротивление лучших собратьев по оружию и не пожелать мои люди не отступят когда они узнали что там делались с нелюдьми для чего строились лагеря жаль что у нас нет времени рассказать всем правду и мы вынуждены идти против своих мы можем лишь надеяться что большинство решит сдаться нежели оставаться верными в ОМОН уверен так и будет когда они столкнутся с вами лицом к лицу гражданская война это ужасно хами большинство людей ее боится не завидую вашей задаче мы делаем что должны да храни тебя богиня киан если все пойдет хорошо вскоре мы снова поговорим обязательно ммм хвала твоей богине за то что вернула тебе ко мне киан невредим чтобы сразиться бок о бок с твоими братьями и сестрами мне жаль что я ослушался ваш шепард шаль дитя ты поступил правильно это меня ослепил страх хотела бы я чтобы лихо ослушался меня и отправился с тобой в киен вместо того поступи они так шепард была бы мертва если бы лихо отправился со мной в киен ничто не в силах облегчить ее чувством лихо гордился бы сражаясь с тобой плечом к плечу киан а я горжусь тем что зову тебя своим другом нам нужна любая помощь от всех богов что смотрят за нашими смертными мирами а теперь иди сражайся спаси нас от хаоса отлично получилась речь уверена однажды кто-нибудь использует ее в спектакле но знаешь в одном из воодушевляющих героических монологов перед последним действием перед тем как все умирают я не говорю что все умрут я лишь лихо лихо понравилось бы надеюсь о я-то знаю он тебя очень сильно уважал хотя вы мальчишки я не говорю что ты ему нравился но он тебя уважал на самом деле он не собирался тебя убивать но знаешь после этого просто лихо был таким лихо я знаю когда все закончится мы почтим его память думаю его гораздо больше волновала бы победа в войне чем хвалебные речи значит эта ночь ради лихо боба который видит ради всех кого мы потеряли и ради тех кто еще жив давай не будем забывать о тех кто еще жив ради всех нас ага мне очень страшно то есть я бы никому больше не призналась но мне правда страшно я не хочу умирать я всем говорю что готова к смерти но я не могу сказать что этого не может случиться потому что может прекрасно буду знать утешил если я и умру то хотя бы ради чего-то верно чего-то важного моей жизни был смысл это уже что-то верно верно что ж удачи киан как там обычно у вас говорят надеюсь твоя богиня улыбнется тебе и если честно хорошо бы и мне то есть она не моя богиня но улыбочка мне все равно не помешала бы даже малюсенькая ну да и вообще любой знак признания сойдет сегодня я хочу быть на хорошем счету у всех богов боги и бесполых божеств я с тобой киан и не только я посмотри вокруг все эти мужчины и женщины отдали бы за тебя жизнь анна ждет твоих указаний они не уйдут пока ты с ними не поговоришь анна алина мы не все нормально я не говорили и прости о чем ты ничего не волнуйся об этом киан правда я рада что ты вернулся в целости у нас есть задание мы можем поговорить потом хорошо да потом нам правда стоит ну и я сопроводим фердауса в сквер к дому с машиной мы присмотрим за ним пока он будет делать то что нужно уверен что мы можем ему доверять а у нас есть выбор да я думаю что можем хорошо он будет готов к моменту как ты проберешься в башню хами кое-что сказал утону узнала моей поездки в киан от доверенного источника интересно сейчас неважно она ли доверенные источник у нас есть это ты сказала утония про киен я ладно да да это я рассказала это было я сделала это чтобы помочь тебе я доверяю матери всегда доверяла с тех пор как но ты знаешь ты она ты спас мне жизнь пол жизни назад извини что пыталась помочь если бы ты не рассказала утония я сейчас был бы мертв поэтому спасибо и все спасибо мы можем больше не увидится и его что я лишь пытаясь нет только нет это не расти не делает так это ты меня прости мы и скоро выдвигаемся потому что я смогу до сработали но есть я просто свернуть калачиком и от меня не будет никакой пользы на улицах полно гулякой азади стараются держаться от них подальше лучшего времени не будет у них мурашки от этой жатвы слишком языческий праздник для наших праведников я найду способ пробраться в самое сердце башня мы будем ждать пока ты с нами свяжешься ты все еще уверен что сможешь отключить машины удаленно фердаус с твоей помощью только если они не отсоединили трубы да думаю что смогу я знаю что они все еще ждут пока последние вычисления будут переданы в башню поэтому если мы поспешим тогда не будем больше медлить просто проберись башню найди машину и свяжись с нами через рубль я расскажу тебе что сделать чтобы передать не управление а затем грохну машину грохну что здесь происходит почему мы все говорим грохну что-то случилось если мы введем неправильные указания машина перестанет работать как воздушный корабль который грохается а горный склон это сложно но на деле довольно легко придется поверить я годами работал с машиной я знаю как она работает вы готовы ребят я полностью готова я понятия не имею что мы делаем но я настолько готова насколько возможно правда не то чтобы я была готова не по душе сражаться с видимым врагом я не понимаю что это за машина и что она делает но но так что ребятки выдвигаемся береги себя киан если ты умрешь я на тебя очень разозлюсь на следующий серии спасибо за просмотр такая серия была спасибо за поддержку которая проявляется да огромное спасибо на канал поддержка мне повторюсь огромного от вас очень сильно мотивирует доделать дальше контент правда и скоро финал скоро финал спасибо за просмотр спасибо заранее кто делает то правильно спасибо заранее за поддержку вашу принципе все такая серия была спасибо за просмотр и не все этих сериях давайте спасибо за просмотр и не забывайте кубки Продолжение следует...